Павел Вы знаете, мы с Павлом давно знали друг друга, но в основном общались, что называется, только по работе. И по-человечески сошлись достаточно близко только тогда, когда и он, и я стали жить и работать в Киеве. И Павел меня совершенно потряс однажды, когда мы с ним, что называется, сели кофейку попить, буквально в нескольких десятках метров от того места, где мы с вами стоим и разговариваем, на Львовской площади города Киева, в одном кафе, часто потом в этом кафе с ним встречались. И он вдруг начал говорить о том, как ему неловко, как ему стыдно, как он извиняется передо мной за то, что он, когда-то работая в программе «Время», несправедливо говорил в адрес компании НТВ, в которой я тогда работал, возможно, даже в мой личный адрес. Да, действительно, был такой эпизод, когда Павел недолгое время был ведущим информационно-аналитической воскресной программы «Время». Я понимаю, что тогда произошло. Тогдашний де-факто владелец первого российского канала, тогда он назывался еще канал ОРТ, Борис Березовский, тоже покойный, и тоже ставший со временем оппозиционером и жестким критиком Владимира Путина. Он тогда активно участвовал в освобождении Павла, он помог ему выбраться из белорусской тюрьмы, переехать в Москву, дал ему работу на Первом канале. И я думаю, что Павел был, ощущал его себя как-то ему обязанным. Ну и кроме того, Борис Абрамович покойный был человеком, который умел убедить окружающих в своей правоте, и было легко попасть под его обаяние. И я, честно говоря, про тот... Мне все вот с тем эпизодом было ясно, и я про него забыл. Тем более, так много всего изменилось и в моей жизни, и в жизни Павла Шеремета. И, собственно, знаете, по делам, как говорится, по делам их узнаешь. Павел сблизился с, опять-таки, покойным, к сожалению, убитым Борисом Немцовым, и он написал о нем книгу. Я для этой книги, кстати, по-моему, дал Павлу интервью. Но когда Павел стал вот каяться передо мной, извиняться, просить прощения, рассказывать о том, как он переживал, и как, условно говоря, даже, что называется, послушание какое-то на себя наложил, он рассказывал, что именно для того, чтобы смыть то, что он считал каким-то позором, что ли, он очень много занимался поездками по стране, выступлениями перед молодыми журналистами, чтением лекций, какими-то другими вещами, именно для того, чтобы вот очистить душу. И я понимаю, что тот разговор тоже был, если угодно, очень важным для него, для того, чтобы совесть его была чиста. И на меня это, честно говоря, я вам как-то это сбивчиво сейчас, наверное, господа хорошие рассказываю, но поверьте мне, на меня это произвело сильнейшее впечатление, и я для себя тогда решил, Господи, вот если бы все люди были такими же совестливыми, как Павел, так же хорошо бы мы все жили. И когда хотя бы на одного такого совестливого человека в мире становится меньше, это значит, что что-то в жизни каждого из нас тоже исчезает. И это очень печально.